Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с традиционным посланием депутатам. В ходе доклада глава региона доложил о текущей экономической ситуации, о перспективах развития и главных достижениях субъекта РФ. В числе успехов руководитель назвал сохранение естественного прироста населения. По мнению Александра Моора, этот показатель стабилен благодаря социальной ориентированности региональной политики. Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается. Несмотря на все сложности, мы продолжаем укреплять базу школьного образования. В этом году введены 4 школы на более чем 1500 новых учебных мест. Три из них в городе Тюмени, Тобольском и Тюменском районах уже введены. А четвертую школу с дошкольным отделением в Нижетодинском районе запустим до конца года. Александр Моор также отметил, что в 2022-м более 1 миллиарда рублей было вложено в региональную программу обеспечения доступности и качества оказания первичной медицинской помощи. Сегодня в 12 объектах здравоохранения ведется капитальный ремонт, обновляется и материально-техническая база учреждений первичного звена. Закуплено более 150 единиц оборудования и сотня санитарных автомобилей. В апреле этого года после реконструкции открылась поликлиника в Юлутровске. Серьезные вложения сделаны также в транспортную инфраструктуру. Отремонтировано 300 километров муниципальных и столько же региональных дорог. Рассказал губернатор и о крупных инвестиционных проектах. Завершаются строительно-монтажные и начинаются пусконаладочные работы на Тобольском комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании «Газпром СПГ-технологии». 3,5 миллиарда рублей инвестиций. Предстоит строительство логистического центра компании «Валберис», который даст 8 миллиардов рублей капиталовложений и почти 5000 рабочих мест. Тюменская область вошла в масштабный проект сухопутного земнового коридора в Китае, о старте которого было заявлено в июне на Петербургском международном экономическом форуме.